Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 224 выпуск передачи новости Турдизи одной строкой. Я напоминаю наш формат. Вы задаете мне вопросы под этим видео, а я пытаюсь найти на них ответы. Эту передачу вы можете смотреть на канале YouTube под названием «Тимми». Также у меня есть свой телеграм-канал, ссылку на который я даю в описании под этим видео. Итак, сегодня в программе. Новые проекты Азана Голуная. Когда же мы увидим актера на экранах? Звезда сериала «Неверный Мелис Сезен» возвращается на экраны в новом сериале. Сериал «Доброта» делает финал. Что произошло? Возможно ли продолжение легендарного сериала «Запретная любовь»? Правда ли, что сюжет сериала «Зимородок» основан на реальных событиях? И что будет с сериалом «Эго» после скандала между Мелисой Аслы Памук и Альберином Дюймазом? Итак, мы начинаем. Вопрос. Продолжение вопроса о том, что турецкие актеры плачут. Мне кажется, что они плачут не по-настоящему, так как слеза течет, как правило, из одного глаза. Профессиональные актеры могут заплакать и из одного глаза, и из двух глаз, как заказывали. Но это, конечно, очень высокий уровень профессионализма, который не всем доступен. К тому же это не всегда возможно по техническим причинам. Когда что-то быстро снимают, когда актер не может войти в нужное настроение, все-таки когда играют по Станиславскому, то определенная нужна подготовка для того, чтобы заплакать, войти в образ и так далее. А в турецких сериалах, как вы знаете, которые снимают очень быстро, практически невозможно войти в образ. Бывают, конечно, профессиональные актеры, которые могут за одну минуту войти, но о них там один-два и обчелся. Все остальные работают по старинке, закапывают что-нибудь в глаз и вперед, на работу. Вопрос. Могли бы вы выстроить хронологию событий исторических сериалов «Ртурул», «Сельдзуки», «Асман»? И правдива ли история в этих сериалах? Или это вымысел? Сценаристы придерживались правдивых записей или многое придумывали сами? Хронология очень простая. Сначала «Сельдзуки», затем «Ртурул», затем сын «Ртурула» — «Асман», а следующим будет сын «Асмана» — «Архан». Но этот сериал вам еще предстоит посмотреть. Что касается вашего вопроса о том, правда ли или вымысел. Вымысел. То есть исторические события и исторические герои берутся настоящие, реально существующие личности. А затем начинается фантазия сценаристов, которые совершенно не придерживаются ни хронологии, которая была на самом деле, ни фактов, ничего. Пишут то, что им приходит на ум. Что, кстати, достаточно странно. Ведь у Мехмеда Баздага, который создавал и «Ртурула», и сейчас работает над «Асманом», у него профессиональное историческое образование. Но, видимо, он предполагает, что если он будет просто сухую историю рассказывать, то это вряд ли зайдет зрителям и предпочитает творить, уже не оглядываясь на то, что там действительно в истории творилось. Но, кстати, на турецком телевидении, в частности на государственном телеканале, существуют и документальные фильмы, посвященные истории. И там как раз история изображена вполне правдиво. То есть турки прекрасно знают, что то, что они смотрят в сериалах, это, в общем-то, фантазия, которая не очень связана с реальностью. Вопрос. Десять месяцев назад на вашем канале была новость о начале съемок фильма «Мерви Кюльт» с участием Азана Долуная и Ахсен Эралу для платформы Netflix. Как сейчас обстоят дела с фильмом? Очень заждались поклонники Азана. Когда его увидим в каком-нибудь проекте. Фильм уже сняли. Так что увидите вы его, скорее всего, в этом году. Но пока официальную дату, к сожалению, Netflix не объявляет. Это один из недостатков платформ, которые сначала снимают фильмы, сериалы, потом через год-два их показывают, что, конечно, не очень приятно. Хотелось бы сразу увидеть, но приходится ждать. Что касается проекта нового Азана, сейчас он начал съемки в, опять же, сериале Netflix, который называется «Городок». И там его партнером является Акан Ялобык. Я надеюсь, что будет очень интересная история. Это история двух братьев, которые не видели друг друга много лет, но приезжают на похороны матери. И там случайно вместе с другом, еще одним, натыкаются на машину, в которой находят мешок денег. И вот что они будут делать с этими деньгами, когда за ними уже гонится мафия, которым принадлежат эти самые деньги. Вот об этом будет сериал. Надеюсь, что-то будет такое легкое, интересное. Может, даже комедия такая детективная. Я напоминаю, что Мелис Сизен закончила работу в сериале «Неверный». И сразу же после этого получила предложение от телеканала Fox TV принять участие в сериале «Гюль Джемаль», который она приняла. Она будет партнершей Мурата Юналмыша. Так что в ближайшее время мы уже увидим ее снова на экранах. Вопрос. Почему же такие сильные актеры и суперзвезды так неразбурчивы в выборе сериала? То есть они же читают сценарии и все же снимаются. Может быть, чтобы не сидеть без работы в материальном плане? Или же, чтобы мелькали на экранах, дабы про них не забывали? Про суперзвезд не забывают. Турки помнят даже звезд эпохи Ешельчам, которая была 30-40 лет назад. Так что про нынешних суперзвезд, если они реально суперзвезды, не забуду. Можете не переживать. В материальном плане у них тоже все в порядке. Они могут в рекламе сниматься годами, они могут бизнес свой делать, покупать какую-то недвижимость, затем сдавать в аренду и так далее и тому подобное. То есть в данном случае им совсем не обязательно сниматься. Дело в структуре самого Турдизи. То есть в том, как пишут сценарии. Когда актер, получая сценарий, в лучшем случае он получает сценарий первых двух-трех серий. Если вы давно смотрите турецкие сериалы, то замечали, что первые серии, они интересны. А затем начинается Тягомотина. Вот когда сценаристы садятся и начинают писать на коленки по сценарию целой серии, а это от 200 до 400 страниц в неделю, то получается то, что получается. И в этом плане, к сожалению, актеры никак на это не могут повлиять. Поэтому, кстати, очень многие актеры сильные, уходят на платформы, поскольку там сценарии написаны от начала до конца. И они всегда обращают внимание именно на этот фактор, когда говорят, почему вы не возвращаетесь на телевидение. Именно поэтому и не возвращаются, потому что там сценарий пишут именно таким вахтовым способом. Вахтовым, потому что один сценарист выдохся, все уже не может, его меняют на другого. Другой не посмотрел вообще, что там было в первых сериях, начал писать что-то свое, затем его сменил третий. И если сериал идет несколько лет, то могут смениться десяток сценаристов. Если вы посмотрите на список сценаристов известных сериалов, то придете в ужас. Нам огромный список тех, кто этими сериалами занимался. Вот именно поэтому и не получается у актеров выбрать что-то стоящее. Поскольку всегда есть риск того, что ты возьмешь хороший сценарий, а потом начинается вот это вот самое письмо дяде Федоро. Вопрос. Слышала, что сериал Доброта закрывают. Почему? Хороший ведь сериал. Действительно, сериал Доброта делает финал на 27 серии. Сериал начался неплохо, у него были достаточно приличные рейтинги. Не хитовые, но нормальные. Но затем во втором сезоне появился в пятницу сериал Зимородок и, в общем-то, подкосил очень много сериалов, которые демонстрировались в тот же день. Такое бывает. Кстати, особенно в пятницу. Я помню, такое же произошло, когда появился в эфире в пятницу сериал «Ветреный». И буквально одни за другим начали вылетать неплохие сериалы, которые стояли в тот же день. История повторяется. К сожалению, в Турдизе такое случается. Если рейтинги падают, то сериалы закрывают и достаточно быстро. Как объяснить высокие рейтинги сериалов, которые выпускают по одной серию в неделю? В час по чайной ложке. Разве не затухает интерес, когда исчезает сиюминутность интриги? Русские зрители действительно привыкли смотреть сериалы как минимум пять раз в неделю и поддерживают таким образом интерес к происходящему на экране. Турецкие и, кстати, не только турецкие, американские, английские, европейские зрители привыкли как раз получать новую серию каждую неделю. То есть для человека, который вырос на такой системе, это не кажется чем-то странным и интрига не теряется. Более того, я обычно не смотрю таким образом сериалы, ну просто времени нет. Жду, пока сериал закончится и потом уже смотрю, как мне удобно. Выбираю время, когда можно посмотреть ту или иную серию. Но все-таки у меня есть любимые актеры и с ними я готова смотреть по серии в неделю. Хотя не так часто, к сожалению, они не снимаются часто на телевидении, но бывает. Тут я вам скажу, что это самый крутой телевизионный опыт, который у меня был. Поскольку турки и любители турецких сериалов не просто смотрят сериалы. То есть для них это нечто большее. Они очень активно обсуждают сериалы. Они смотрят сериалы вместе. То есть вот такое онлайн-сообщество собирается и обсуждает, смотрит в прямом эфире, так сказать, и обсуждает, что происходит на экране. Затем обсуждают различные фрагменты сериала, которые появляются. Обычно два промо дают, чтобы поддержать интерес к следующей серии. Обсуждают личную жизнь актеров, которая кипит около этого сериала. А она бывает очень бурной. Даже иногда бывает интереснее наблюдать за съемками сериала, чем за самим сериалом. Такое тоже случается. Люди обсуждают поступки героев, делятся своими соображениями, что будет дальше. Обсуждают различные варианты развития событий. Какие актеры присоединились к сериалу, какие ушли. Нравится, не нравится тот или иной поступок. И так далее и тому подобное. То есть, по сути, ты становишься частью этого сериала. И эта эмоциональная вовлеченность, она чувствуется гораздо сильнее. У меня, честно говоря, огромная ностальгия по такому просмотру. Хотелось бы повторить. Но пока моих любимых актеров, с которыми я готова на такой эксперимент новый, увы, на экранах нет. Когда появится, я обязательно повторю этот опыт. И советую вам сделать то же самое. Я думаю, вам будет очень интересно. И останется воспоминание буквально на всю жизнь. Вопрос. Будет ли второй сезон сериала «Я серый»? Пока Disney Plus никакой информации на этот счет не давал. Пока я вижу, что он прошел хуже, чем сериал, например, «Между миром и мной». Но не так, чтобы совсем провалился. То есть, все будет зависеть от решения руководства цифровой платформы Disney Plus. Если их устроил такой вариант. Кстати, «Между миром и мной» они продлили на второй сезон. То сериал продлят. Если же нет, если, по их мнению, это все-таки недостаточный результат, то второго сезона не будет. Но пока официальной информации не поступало. Вопрос. Есть ли шанс на продолжение запретной любви? Что-то типа 10 лет спустя. Понятно, что Берен вернуться не может. Но все остальные на месте. Было бы интересно узнать, как Зягили справились с трагедией. Как изменились. Разумеется, продолжение сериала невозможно. Во-первых, потому что он снят по книге и книга завершена. Во-вторых, потому что актеры уже занимаются своими другими проектами и возвращаться назад никто не планирует. Ну и в-третьих, этот сериал и эта книга были сделаны по реальной истории, которая действительно произошла. Но правда она произошла не совсем так, как показано и в книге, и в сериале. Первоначально автор книги сделал так, как произошло в жизни. Это был вообще-то его друг Бихлюль. Но в жизни именно Бихлюль покончил с собой. Когда он принес экземпляр свой в редакцию, ему сказали, нет-нет, нет, такого нельзя. Нужно, чтобы, так сказать, была наказана главная виновница, женщина. Он изменил финал истории и таким образом выпустили ее уже в печать, и она стала бестселлером. Я могу рассказать, что случилось с Зягилями дальше. Нихаль вышла замуж по любви. Она была очень счастлива и дожила до глубокой старости, окруженная детьми и внуками. У нее все сложилось прекрасно. Про Бихлюля я сказала, что касается настоящей Бихтер, не сериальной, не книжной, а той, которая была в реальности, она уехала в США и там ее, так сказать, судьба затерялась. Естественно, турки утверждают, что она там стала чуть ли не публичной женщиной, но я не думаю, что это правда. Возможно, какой-то вариант себе нашла для жизни, но о ней ничего, в общем-то, неизвестно. Ну, а для вас приятная новость. Будут снимать новую версию. На этот раз будет не сериал, а фильм. И главную роль Бихтер Зягиль сыграет в парахзе «Неб Абдулах». И этот фильм выйдет на одну из цифровых платформ. Вопрос. В одном выпуске прочитала, что жирная Кыванча Татлетуа устроила стилистам сериал, где он играет. Это правда? Опять он полностью не расстроится, будет зажат. Она ему не доверяет? Во-первых, жена Кыванча работала стилистом задолго до того, как стала женой Кыванча. И они, кстати, вместе работали в сериале «Запретная любовь», но тогда у него была другая девушка. То есть она стилист по профессии. И то, что актер устраивает свою жену в сериал, в котором снимается, и таким образом, как говорится, копеечка идет в дом, это вполне нормально. Это везде существует такое, в любой профессии, не только в актерской. Но в настоящий момент она слишком занята ребенком, чтобы еще и заниматься этой работой, быть стилистом. Тем более у нее еще и свой магазин есть. То есть ей сейчас не до этого. Я не думаю, что она стала стилистом Кыванча. Я такой информации не слышала. Но кто его знает, может быть. Может быть. Но, по-моему, слишком рано еще для этого. Вопрос. Недавно, кстати, вышел сериал «Восход Османской империи», где Туба сыграла одну из ролей. Очень красивая она там, конечно, глаз не отвести. Входили слухи о том, что, возможно, у нее есть новый проект. Но пока, кроме слухов, я никакой другой информации не располагаю. Но, к сожалению, придется подождать. Пока она находится в Париже. И там, кстати, девочки у нее учатся. Так что она приезжает в Турцию только, когда есть работа. Вопрос. Слышала, что сериал «Зимородок» основан на реальных событиях. Это правда? Да, это правда. Вообще, все сериалы, которые основаны на книгах психиатра и психолога Юсирен Кудайджиалу, основаны на реальных событиях. Она сказала, что сначала к ней обратились Сейран и Суна, затем подтянулся и уже феррит. И она, в общем-то, в конце концов, лечила всю их семью Карханов. И успешно, кстати, сейчас у них все в порядке. И они остались очень довольны результатами того, что она им предложила. Так что, да, это реальная история. И поскольку она развивается по реальным событиям, то понимаю, что не всегда нравится то, что происходит на экране, поскольку хочется, чтобы бабник превратился в прекрасного принца, влюбленного, так сказать, и верного. Но в жизни бывает, к сожалению, не совсем все так радужно. Вопрос. Сложно сказать. К сожалению, сериал не попал в топ самых просматриваемых сериалов в мире. А это, в общем-то, обязательный момент, если рассчитывают на продолжение истории. Так что, скорее всего, продолжения не будет. Да, я имела в виду топ официальный, который дает Netflix по вторникам. Вот в него он, к сожалению, не попал. Так что я не рассчитываю на продолжение. Но кто его знает, возможно, для докудрамы Netflix сделает исключение, поскольку понятно, что докудрама это не художественное произведение. Там другие правила. И аудитория не такая большая. И, возможно, именно для этой аудитории прошло хорошо. Я не могу сказать, я не специалист. Это нужно обращаться уже к конкретно Netflix, насколько устроил их этот сериал. Если вторая часть устроила, то продолжение будет, но пока официально ничего не объявляли. Вопрос. Почему-то ничего не слышно о премьере фильма «Последний звонок в Стамбул» с легендарной парой Кыванч Татлыту и Берен Саа? Может быть, вам что-то известно об этом? Фильм был снят. Причем часть его снималась в Нью-Йорке, часть в Турции. И сейчас начался прост-продакшен, и он может идти очень долго. Netflix не спешит выпускать те фильмы, которые они сняли сразу же. Бывает, проходит год и даже полтора, прежде чем фильмы выходят на экраны. У меня нет информации о том, какие планы у Netflix, но то, что этот фильм готовится к показу, это, конечно, безусловно. Его представляли на презентации новых проектов Netflix, но только в качестве фотографии, что вот мы сняли этот фильм, и он у нас будет в 2023 году. Вопрос. При каких рейтингах Total и AB у сериала есть шанс на второй сезон? Если у сериала больше 5% в рейтингах, то второй сезон ему обеспечен, но при условии, что AB не подкачает. Хотя, например, телеканал АТВ может пустить на второй сезон даже при низком AB, поскольку он не обращает особого внимания на этот показатель. У каждого канала все по-своему. Например, государственный телеканал вообще на рейтинги не очень реагирует. То есть он может пустить сериал на второй сезон, даже если у него 3-4% в рейтингах. На частных телеканалах, конечно, такое невозможно, поскольку они зарабатывают прежде всего с рекламодателей, а рекламодателям больше 5% нужно. Но в то же время сериал может успешно продаваться за границу. И в этом случае, даже если рейтинги меньше 5%, на успешные продажи за рубеж, то создатели проекта могут договориться с телеканалом и на каких-то особых условиях, которые, естественно, не сообщаются, он будет продлен на второй сезон. Вопрос. Странно, что в сериал «Жар птицы» поставили на пятницу, там ведь зиморода. То есть это осознанный шаг к низкому рейтингу. Нет, каждый телеканал должен поставить в прайм-тайм какой-то сериал. И поскольку все места заняты, новички занимают свободные позиции, поскольку все остальные дни банально заняты. Например, у телеканала АТВ, которые и ставят в эфир этот сериал «Жар птицы». В понедельник идет «Лучик света», хорошо идет, больше 5%. Во вторник «Я не могу вписаться в этот мир», там вообще отличные рейтинги, больше 7%. Среда «Основание осман», там уже 11%. Четверг «Предательство», тоже отличный рейтинг, больше 5%. И суббота «Братство», прекрасные рейтинги, больше 9-10%. В воскресенье идет передача «Кто хочет стать миллионером» и она очень популярна. То есть логическим путем вычисляем, что свободен только один день и они должны что-то в этот день поставить. Вот вам результат. Дело не в том, хотят они низкие рейтинги или не хотят, дело в том, что других свободных мест просто нет. Ну и не так страшна конкуренция, как ее молюют. Те же «Жар птицы» стартовали с великолепным результатом больше 8%. Как видите, если сериал хороший, он свою аудиторию найдет в любой день. Поэтому говорить о том, что нет, это все зависит от того, что вот конкуренты пришли, я думаю, что не имеет особого значения. Вопрос. Чем сейчас занимается Митин Абдульгер? Он будет сниматься во втором сезоне сериала «Личность» или «Между миром и мной». Митин Абдульгер – актер театра и в сериалах он появляется не так часто, к моему большому сожалению. Что касается вашего вопроса, «Личность» нет, он не будет, да, в общем-то, собственно, как он мог бы появиться, если его персонажа в первом сезоне убили. По второму сериалу информации пока нет. Возможно, и будет, но, к сожалению, никакой информации нам еще не давали. Что касается его новых проектов, тоже информации нет. Мое личное мнение, он бы был прекрасным беклюлем в новой версии фильма «Запретная любовь». С Фарахзиня по Абдулах они составляли прекрасный дуэт, но, конечно, как решат продюсеры. Посмотрим. Вопрос. Видела в Ютюбе, что «Ветреный» во всем мире самый просматриваемый сериал занимает третье место. Правда ли это или опять выдумки журналистов? Если имеете в виду из всех сериалов мира, то, конечно, это ложь. Все-таки первые места по-прежнему занимают англоязычные проекты. С этим ничего не поделаешь. Если имеется в виду турецкий сериал, то это напрямую зависит от года. Например, в случае с «Ветреным» он действительно очень хорошо продается и показывается в мире. И, возможно, в каком-то году, я, честно говоря, в последнее время не видела, чтобы публиковали эти данные, обычно публикуют материалы, какие сериалы лучше всего продаются турецкие. И даже дают награды турецким сериалам, которые лучше всего продаются. Но в связи с пандемией это все немножко как-то замялось. И в последнее время такие награды не вручались. То есть, я предполагаю, что, возможно, «Ветреный» и действительно очень хорошо продавался, например, в прошлом году. Но то, что он самый просматриваемый турецкий сериал в мире, таких сведений никто дать не может, поскольку в каждой стране своя система подсчетов рейтингов. Это очень сложно определить, какой же на самом деле сериал больше всего просматривают. Наверное, прежде всего те сериалы, которые показываются в самых населенных странах мира. Например, если в одной Индии показать турецкий сериал, то, конечно, он наберет больше просмотров, чем сериал, показываемый в Гватемале. Хотя, может быть, в Гватемале рейтинги будут и выше. Вопросы. Зимородок смотрят, наверное, женщины 60 с плюсом. В соцсетях его практически не обсуждают. Очень странный вывод. Я вижу очень активное обсуждение сериала «Зимородок» в соцсетях, в турецких, естественно, соцсетях, и там обсуждения ведут именно молодые люди. Он отвечает тому, что происходит в Турции, несмотря на то, что, возможно, у вас другая реакция, но это другая культура, и для их культуры это реальности, в которых они живут. Естественно, они будут обсуждать и обсуждать достаточно бурно. Посмотрите на рейтинги. Сериал в первом показе, только в первом показе, смотрит более 10-15 миллионов зрителей, то есть рейтинг 1% это примерно 1 миллион зрителей. То есть, если тотал 15%, значит, зрителей примерно 15 миллионов. Это, в общем-то, достаточно большая цифра. Плюс еще повторы, плюс отличные просмотры на YouTube, и там по 10 миллионов просмотров. И так получается, что где-то половина Турции в курсе того, что происходит в этом сериале. Я не думаю, что половина Турции это 60 с плюсом. Это, мягко говоря, сильное ваше преувеличение. Вопрос. Сайгын Сайсал больше не снимается. Что с ним? Он женился? Почему же он продолжает работать? В последний раз на телевидении он появлялся в сериале Марошанец, но также снимался в сериале цифровой платформы Гейн. На самом деле вы свободны. Гейн не очень большая платформа, возможно, вы пропустили просто этот сериал. Что касается его личной жизни. Он женился и уже успел развестись, и сейчас уже несколько месяцев встречается с Илайдой Чивик. Вопрос. Говорят, что новый сериал Альперена Дуймаза и Мелисы Ослы Помог не выйдет в эфир. Это правда? Тизеры сериала уже запустили, так что, скорее всего, в эфир он выйдет. Но, к сожалению, вокруг него очень много неприятной возни, которая ничем хорошим не закончится. Я уже делала отдельный выпуск по поводу того, что Альперен и Мелиса поругались. Это очень нехороший знак, особенно, когда речь идет о сериале о любви. Ладно, там еще какие-нибудь перестрелки, переклички, это одно дело. Но когда нам нужно поверить, что они безумно влюблены в друг друга, а тем не менее, мы знаем, что они друг друга терпеть не могут, то это как бы разрушает немного обаяние того, что происходит на экране. Плюс, дополнительная проблема и гораздо серьезнее, чем просто нелюбовь Альперена и Мелисы возникла. Это то, что у компании Pastel Film, которая снимает этот сериал, банально нет денег. Они не смогли заплатить своим рабочим, рабочие вышли на забастовку и в результате их просто уволили. Они написали, естественно, открытое письмо, которое опубликовали все ведущие блогеры страны. В общем, ситуация такая, что если сериал и закроют, то исключительно из-за того, что у них возникли серьезные денежные проблемы. Выйдут ли они из этой ситуации или предпочтут просто закрыться и уйти, так сказать, по-английски, не прощаясь. Не могу сказать. Такое бывает. Бывает, когда говорят о том, что мы будем снимать сериал и потом уходят в неизвестность. Посмотрим. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Благодарю вас всех за внимание и напоминаю, что мы с вами встречаемся по вторникам. Вы можете мне задавать вопросы под эти видео. Я пытаюсь найти на них ответы. Извините, конечно, не всегда получается, но по возможности пытаюсь ответить. Время нашей программы ограничено, поэтому, если я не ответила в этом выпуске, возможно, отвечу в следующем. Если не ответила, ну, тогда, значит, не нашла просто информации. Извините, такое тоже бывает. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok